и так как же приготовить сердце в маринаде это получится очень классный рецепт с обалденным вкусом но самое главное то что он очень простой для начала нужно взять пол килограмма куриных сердец и их обязательно промыть они у нас не замороженные поэтому промывать можно теплой водой далее мы сольем воду ну и будем мариновать далее помещаем наши сердца в жаровню распределяем ну я беру пол килограмма вы можете конечно взять больше это ориентировочно на 5-6 человек следующий этап берем маринад махеев для курицы добавляем его из расчета грамм 100 на пол килограмма так как у нас здесь нет килограмма куриного мяса как должно быть как написано на упаковке но у нас здесь будет еще один ингредиент потом пока даем настояться мы перемешиваем все это дело даем настояться приблизительно где-то в районе часа и потом будем обжаривать сначала на большом огне а потом уже немножечко тушить нам нужно чтобы сейчас мясо хорошенечко замариновалась пропиталась прошел час теперь мы это поперчим нужно будет немножечко посолить ну в принципе все и начнем обжарку ставим на сильный огонь и начинаем обжаривать без крышки в жаровне порядка 8 10 минут ну и пока у нас тушится тушатся сердца берем венгер и нарезаем лук полукольцами одной средней луковицы достаточно толщина колеса порядка 3-4 миллиметра лук мы будем добавлять примерно за 10 минут до конца тушения а тушится все это дело у нас ровно 30 минут на очень-очень медленном огне в жаровне и под крышкой так при помощи все того же ножа венгера разрезаем помидорку очень хорошо когда будет розовые томаты которые имеют запах а если это будут томаты с бабушкиной грядки это будет вообще супер будем резать на кубики благо геометрия ножа нам это позволяет достаточно будет 1 томата покрупнее где-то на пачку там на половину пачки в принципе томаты играют большую роль как говорится как кашу маслом не испортишь так и данное блюдо невозможно испортить томатами единственное что нарезаем на такие кубики чтобы он быстрее был готовым за 10 минут до конца будем положить самостоятельно главный ингредиент а сейчас 20 минут до конца приготовления блюда соответственно мы добавляем сейчас помидорки ну 10 минут до конца приготовления сердец и основное блюдо еще будет сюда добавлено также добавляем наш лук все это теперь перемешиваем аккуратнейшим образом и добавляем еще водички но в нашем случае я буду добавлять куриный бульон у меня остался вот куриный бульон вместе с майонезом и немножечко перца еще выливаем бульончик сейчас немного подогреем потом на медленный огонь и дальше тушить а пока будем тушить будем готовить на соседней комфорке кое-что очень интересно я взял еще одну сковороду и вот такие вот рожки можете любые макаронные изделия какие захотите у нас пачка на 400 грамм ну я думаю что 300 грамм будет более чем достаточно оставляем где-то в пачке 100 грамм остальное высыпаем на сковороду и без масла без ничего просто на огне обжариваем наши рожки в пределах 5 10 минут именно они потом и будут добавлены к нашим сердцам и к нашему бульону в котором все это будет тушиться последние 10 минут в процессе обжарки такими движениями периодически помешиваете когда макароны подрумянится рожки вернее подрумянится можно будет их высыпать вот именно до такого состояния доводим наши макарошки рожки ну и теперь просто засыпаем их нашим сердцам перемешиваем периодически нужно будет помешивать ну где-то раз пять минут ну и соответственно добавить воды таком состоянии продержать 10 минут и все наше блюдо готово ну все наше блюдо готово теперь самое время его попробовать божественно я думаю меня сейчас поймут все любители макаронных изделий а гурманы этого дела которые любят есть макароны с хлебом и майонезом наверное будут просто в восторге от такого блюда вам стоит попробовать хотя бы раз приготовить его один раз вы будете постоянно его делать всем приятного аппетита пока-пока подписываемся на канал ставим лайки добавляемся в друзья